Сразу скажу, что вариативность строений, конечно же, очень большая, поэтому я решила рассказать вам про анатомию стебля, собрав общие некие тенденции. Сразу повторюсь, конечно же, куча разных исключений и так и далее, но об этом я, надеюсь, тоже вам расскажу. Итак, когда мы говорим про стебель, мы с вами должны вообще вспомнить, а зачем он нужен. Давайте с вами вспомним, какие функции выполняет стебель. Итак, вопрос к вам. Какие функции выполняет стебель и зачем он нужен? И тут вы должны сказать, да, я снимаю, а зачем нужен стебель, да, он нужен для этого, для этого. Ну, так, кто-то там в чате мне что-то говорит. Опора, да, проводящая опорная, да, хорошо. Ну, в принципе, условно говоря, да. Да, защита, хорошо. В целом, в принципе, вы правы, выносит листья к свету, да, кстати, питающая, да, хорошо. В принципе, да, вы все правы. Основная, конечно же, функция – это опорная и каркасная. Это палка. Стебель – это палка, к которой все крепится. И эта палка не только опора для всего того, что на ней расположено, но также эта палка внутри себя содержит то, те магистрали, при помощи которых питательные вещества идут от корней к листьям и от листьев к корням. Это палка с шоссе внутри себя. Ну, глобально так. Поэтому, итак, что у нас? У нас опорная, каркасная функция. У нас, соответственно, проведение листьев от корня, от корня к листьям и от листьев к корням. Собственно, первые две функции вот эти, они являются основополагающими, поэтому они здесь выделены максимально красным. Две следующие функции также важны, но они уже непосредственно относятся к взаимоотношениям внутри стебля, то есть как ткани внутри стебля взаимодействуют друг с другом. Поэтому это защита внутренних тканей, да, потому что то, что внутри тебя находятся вот эти проводящие элементы, их, конечно же, нужно защищать от механических воздействий, от всяких там антропогенных или биотических или абиотических факторов. Ну, в общем, вся вот эта вот история. Запас питательных веществ, да, обязательно, потому что эти питательные вещества будут помогать в освоении вот этих вот двух верхних функций. Фотосинтез – это вообще отдельная история. Фотосинтез – это и дает питательные вещества и самому стеблю, и корням, в общем, всему-всему. Фотосинтез, ой, господи, ну это святая святых, но просто сам стебель в основном не фотосинтезирует. Да, он может, но только если это какая-нибудь метаморфоза или вот так получилось. Основную функцию фотосинтеза, как вы помните, все-таки несет не стебель, а лист. Поэтому здесь я ее все равно указала, но, как вы видите, указала только пятым пунктом. И еще одна немаловажная деталь – это, конечно же, вегетативное размножение. Гигантское количество способов вегетативного размножения, и про это забывать тоже не стоит. Это, конечно, все прекрасно, но давайте подумаем, что с точки зрения анатомии должно быть внутри стебля, какие ткани и в какой последовательности, возможно, должны помогать в обеспечении тех функций, которые мы с вами обсудили. Итак, ну, во-первых, нужно быть прочным. Вспоминаем каркас, каркас опора. Нужно быть прочным. Но тут, конечно, есть два варианта развития событий. Первый вариант – это ты травушка, травушка-муравушка, вот по тебе футболисты бегают, а ты такая, я все равно трава, я стремлюсь к свету и так далее. То есть, да, ты прочный, но при этом ты гибкий, ты не ломаешься. В общем-то, такая всякая травушка-муравушка. Либо другой вариант развития событий – ты прям прочный-прочный такой каркас. Ну, в общем-то, дерево. Это не хорошо, не плохо. В общем-то, ты просто дерево. Это мы с вами обсудили. Другой вариант, другая функция – это проведение веществ. И тут должно быть много различных вариантов проведения веществ. Снизу вверх, сверху вниз, может быть, даже в бока. Радиальный транспорт никто не отменял. Вот если мы где-нибудь тут находимся, условно говоря, посередине, то должен быть возможен и вот такой транспорт, и вот такой транспорт. То есть не только, условно говоря, вверх и вниз, но и в бока тоже. И это все обеспечивается различными вариациями проводящих элементов и взаимоотношения друг относительно друга, то есть как выглядят проводящие пучки и так и далее, и так и далее. Это тоже мы, соответственно, с вами будем обсуждать. Следующая функция – это защита. Нужно защищать ткани внутри себя, поэтому нужно иметь защитную оболочку. То есть нужно иметь такое очень-очень хорошее покрывало. И это покрывало должно отвечать энному количеству претензий. Тоже мы с вами будем об этом говорить. Дальше. Нужно иметь место, куда вы положите все то вкусное, что вы сделали весь этот крахмал, жиры. Ну, неважно, что ты запасаешь. Главное, должно быть место, куда ты сможешь это спокойно отложить. Здравствуйте, извините за опоздание. Здравствуй, Ванечка. Без проблем, конечно, присоединяйся. Ну и последняя функция. Да, сейчас. Последняя функция. Соответственно, нужна ткань для фотосинтеза. Я сюда не включала историю про вегетативное размножение, потому что это не про ткани история, это про изменение физиологии. Самое главное – снятие каких-нибудь блоков с промоторов определенных генов, которые будут отращивать тебе предаточные корешочки. То есть это не совсем про анатомию история, это про физиологию, про генетику растительную. Мы это не обсуждаем. Ну и, конечно же, должна быть ткань для фотосинтеза, если ты собираешься фотосинтезировать. Потому что если ты такой… Знаете, ребятки, не буду я фотосинтезировать, я вообще стебель, я палка, и не надо на меня выгружать эту функцию. Был на практическом занятии, очень интересно. Ага, хорошо. Ванечка, да, без проблем. Так, ну а теперь главный вопрос. Какие ткани обеспечат все то, что мы сейчас с вами говорили, стеблю? Итак, если ты прочный, то у тебя два варианта. Либо у тебя прочно-гибкий, и тогда это должна быть живая механическая ткань, и это каленхима. И я травушка, муравушка, по мне бегают футболисты. Каленхима. Я живая, я прочная за счет… Да, конечно, у меня утолщенные клеточные стенки, но еще я прочна за счет тургора. Тургор – это давление протопласта на клеточную стенку. Если кто совсем не помнит, то протопласт – это внутреннее содержимое растительной клетки без клеточной стенки. Надеюсь, я сейчас понятно объяснила. Итак, еще раз протопласт. Так, сейчас нарисуем. Итак, вот ваша клеточная стенка, такая толстая, прочная тетя, клеточная стенка, состоящая из трех сетей. Ну, в общем, там все очень суровенько. Внутри нее находится протопласт. Протопласт состоит из плазмолемы, или цитоплазматической мембраны. Короче, неважно, это билипидный слой. Дальше тут внутри есть ядро, какая-нибудь там метоха, хлороплазда с гранами. В общем, все, что внутри синенького, и то, что я синенькое нарисовала, будет называться протопласт. А клеточная стенка красненькая, соответственно, это вот каркас. Так вот, то давление, которое оказывает протопласт на клеточную стенку, оно будет зависеть от того, какое количество воды находится внутри. Это и будет называться тургорным давлением. Так вот, если у вас в клетке дохлые, ну, там тупо ничего нет, тупо есть одна клеточная стенка, то у вас никакого тургора не будет. Если у вас протопласт перестает давить на клеточную стенку, потому что из него вода ушла, тупо получается эффект плазмолиза. Но когда у вас присутствует тургор, это тоже можно использовать с механической точки зрения. Так вот, каленхима прочна не только за счет того, что у нее безумно толстая клеточная стенка, потому что, как вы помните, у нее там клеточная стенка равномерно или неравномерно утолщается. Ну, в общем, там, помните, да, как каленхима выглядит. Но еще за счет того, что протопласт давит на клеточную стенку. И именно из-за этого, да, мы прочные, но при этом мы можем восстановить свое исходное положение. Если то же самое вы сделаете со склеренхимой или ксилемой, которые дохлые внутри, да, потому что там протопласта нет, то если вы как бы согнете дерево, то вряд ли вы его потом разогнете. Ну, то есть вы его разогнете, но это будет уже потеря целостности структуры. Поэтому либо ты прочный, гибкий, привет каленхиме, да, и прочности за счет ургора, либо ты прочный, прочный, и тогда у тебя там ледник, селема, склеренхима, в общем, вся вот эта вот история. Поэтому все зависит от того, кто ты. Ты травянистая растения, деревянистая, древесневающая, что ты хочешь вообще по жизни. И поэтому в зависимости от этого ты вот так вот джонглируешь вот этими тканями, а самое главное, ты должен ответить себе на вопрос, а тебе нужно иметь жесткость по периферии или в центре? Ты где будешь делать эту механическую ткань? Совсем близко к периферии или где-то поближе к центру? И вот за счет игры этих механических тканей, за счет их положения относительно периферии или центра достигается прочность, та, которая нужна конкретно этому растению под конкретные его задачи, под конкретный ареал его обитания, под конкретный тип побега, ну и т.д. и т.п. Следующее – это, конечно же, варианты проведения веществ, но тут ксилема, флоэма, а отдельно будем о них говорить, проводящие элементы, стела, в общем, все об этом поговорим, просто здесь нужно об этом сказать. Дальше. Защитная оболочка, и тут покровные ткани, и тут все будет зависеть от того, ты многолетняя, однолетняя растения, ты двудольная, однодольная, голосеменое, споровое и так далее, в общем, эпидерма, перидерма, корка, ну, в общем, вся вот эта вот история. Дальше. То место, где ты будешь запасать вкусняшку, это, конечно же, паренхимные клетки, но они очень вариативные. Где они будут располагаться? Будут ли они частью стеллы, или будут они частью первичной коры? Будут ли они просто паренхимы первичной коры, или крахмалоносными влагалищами? Мне тоже это все буду рассказывать. То есть паренхима там тоже будет неоднородна. А самое главное, по эмбриональному происхождению оно тоже будет неодинаково. Ну и фотосинтез, конечно же, это тоже паренхимные клетки, но так как они будут специализироваться исключительно на фотосинтезе, то мы помним, что паренхима, которая специализируется на фотосинтезе, фотосинтезе называется хлоранхима. Ну и как вы понимаете, если ты стебель, то хлоранхима у тебя должна быть максимально близко к поверхности. Итак, теперь давайте это все попытаемся собрать в некую схему. Мы с вами такую же схему делали для корня, по зонам, по функциям. Давайте, в общем, я попробовала собрать это тоже в некую схему. Итак, снаружи это основная функция ткани, это защита. Это защита механическая, это защита от потери влаги, поэтому если это только механическая защита, то в принципе эпидермы нам достаточно. Если же это защита от потери влаги, то это может быть тоже остаться эпидермы, но при этом с активным волосяным покрытием, тогда у нас включаются эти трихонки. Ну и если ты совсем зимующее существо и живешь в наших условиях, то, конечно, это же все переходит на перидерму. Следующий наш контур – это фотосинтез. Ну, то есть, если стебель фотосинтезирует, то следующий контур – это, конечно же, фотосинтез. И весь этот объем – это хлоренхима – ткань, которая специализируется на фотосинтезе. Опять же, повторюсь, если стебель фотосинтезирует, а если он, например, не фотосинтезирует, то в этом же контуре могут располагаться механические тяжи. Дальше вы должны вспомнить Останкинскую телебашню. Даже если вы никогда не видели, как она, что она из себя представляет изнутри, то давайте я вам нарисую. Значит, представьте себе вот нашу Останкинскую телебашню. Прочность Останкинской телебашни происходит не только за счет того, что там гигантский фундамент под ней, что тут стены толстые, так и далее. Но один из важнейших механических элементов Останкинской телебашни – это тросы. Тросы, которые натянуты внутри телебашни, они, соответственно, закреплены за верхушку телебашни и закреплены за основание фундамента. Именно поэтому фундамент такой здоровый. Туда вгонялись гигантские штыри, штифты такие, прям, по-моему, на какой-то, то ли на 10 метров, то ли на 15. Не помню, в общем, на очень большое количество метров вот эти вот штыри вгонялись в фундамент, все это бетонировалось. Ну и сверху тоже это крепится к такой нехилой конструкции. Зачем нужны эти тросы? Эти тросы позволяют телебашне отклоняться от своей исходной оси на энное количество метров, потому что она как, ну, витрила такое. Если вы когда-нибудь… А, вы никогда так не делали. В общем, если кому-нибудь из вас, просто так это не стоит делать, но если кому-то из вас посчастливится побывать на верху Останкинской телебашни снаружи, а не внутри, то вы поразитесь, насколько сильно ее шатает. А шатает ее нехило, то есть там до 15 метров отклонения от исходной оси бывает. Ну, понятно, все зависит от ветра. Так вот, в норме, если бы не было этих внутренних тросов, башня бы просто сломалась. Потому что если у вас основная прочность за счет стенок вот этих вот, да, то это не история про что-то высокое и узкое. Поэтому натянуты эти тросы. Эти тросы позволяют быть прочно, гибкими. Теперь перенесем всю ту же самую историю на стебли. На самом деле, эта конструкция механическая была подсмотрена в растительном мире. Есть такое направление в биологии, называется биомеханика. крылья самолетов, вот эта вот история и многое всякого другого. Это подсмотрено в растительном мире. Почему я нарисовала здесь вот эти вот четыре точечки? Я потом покажу вам прям картинку среза стебля, у которого именно так оно и происходит. То есть натягиваются тросы механических тканей, которые позволяют стеблю быть прочно, гибкими. Как вы понимаете, скорее всего, эта ткань будет коленхимой, а не склеренхимой, потому что нужно быть прочно, гибкими. Коленхима. Опять же, не у всех так, но может такое быть. Следующий наш с вами контур это запас. Запас питательных веществ тут может быть по-разному. Значит, те товарищи, которые не активно фотосинтезируют, будут запасать питательные вещества вместо хлоренхима. Те, кто имеют хлоренхиму здесь вот эту зелененькую, то они, соответственно, ткань, которую будет запасать, располагают глубже. Ну, потому что святая, святые же, еда же, ну, алло. Конечно, они как бы ее делают глубже. И там появляется ткань, которую мы с вами знаем, это эндодерма. Но эндодерма там очень специфическая, тоже буду об этом рассказывать. Итак, две зоны. Первая зона это покровные ткани защита, которые там, может быть, всякие разные в зависимости от. И дальше наша с вами зона это, соответственно, ну, то, что вообще-то называется первичная кора. И там функций может быть очень много. То есть у корня это была функция, ну, как бы, провели, запасли и усё. То есть здесь очень всё вариативно. Здесь и механические элементы, и фотосинтетические элементы, и, конечно же, запасающие элементы. И эта зона оказывается очень вариативна. Следующая наша с вами зона это уже непосредственно центральный цилиндр или стелла. Это то, что будет специализироваться на проведении веществ. Она будет состоять из нескольких частей, тоже обо них, естественно же, поговорим. Это вот этот вот, я когда выбирала этот цвет для перицикла, я даже, по-моему, прочитала его умное название. Ну, в общем, это типа «Глубокий цвет морской волны». Как-то вот он это называется в одно слово, но в общем, мне понравился цвет, но название я его забыла. Это, конечно же, перицикл, это флоэма, это ксилема, это камби, если есть, потому что тут зависит от того, какая у нас систематическая группа. Ну и, понятно, это все специализируется на проведении веществ. Однако, есть та часть, которая в норме не присутствует у подавляющего большинства растений в корнях, это запас, а именно сердцевина. И сердцевина очень вариативна, она при этом присутствует обязательно у всех, она может быть очень большой, очень маленькой, и тут размер сердцевины будет зависеть еще и от размера вот этого типа фотосинтезирующей первичной коры. В общем, все будет очень соразмерно в зависимости от того, какая у нас основная функция. Итак, еще раз схема. Четыре основные зоны, четыре функции. Самая наружная это защита, это покровная ткань. Дальше первичная кора, а ну вот у меня здесь все есть. Значит, снаружи защита и это у нас соответственно покровные ткани. Здесь написано только эпидерма, но как вы понимаете это может быть и перидерма, и там корка. В общем, покровная ткань. А следующая зона это первичная кора. Первичная кора по функциям вариативна, это и запас питательных веществ, и фотосинтез, это также механическая прочность, и это будет опосредоваться разными тканями, она будет вариативно в зависимости от систематической группы, от того стебля, который мы будем смотреть. Ну и четвертая, третья-четвертая, в общем, третья зона, но при этом третья-четвертая функции, это центральный цилиндр, который в основном, конечно же, опосредует проведение веществ, и там всякие пучки коллатеральные, белоколлатеральные, вот эта вся история. Но также не забываем про еще одну функцию важную, это запас питательных веществ, и это, конечно же, сердце и вина. Понятно, что сердцевина у всех исполнена паранхимными клетками, но другое дело, что дальше происходит с этими паранхимными клетками. Итак, давайте с вами обсудим сначала первичную кору. Я не буду с вами обсуждать покровные ткани, потому что мы с вами их уже энное количество раз обсуждали, и я решила, что мы их обсуждать не будем. эпидерма, перидерма, корка, из чего они состоят, как они выглядят, вы это уже все знаете или ну, должны знать. В общем, если не знаете, повторите. Первичная кора. Из каких тканей она может состоять? Итак, первый вариант это фотосинтез. Если стебель фотосинтезирует, то, конечно же, там активным образом принимают участие хлоранхимные клетки. Эту фотографию сделали ваши собратья и сосестры. Сейчас я скажу, где. В Сириусе я взяла эту фотографию у Николая Александровича Веслобокова, он проводил практику. В общем, это драцена. Если кто не знает, драцена очень часто присутствует на всяких срезах, у нее типичное утолщение. В общем, она такая... Ее срез надо знать. Короче, вот это вот то, что зеленоватое вы видите в большом объеме, это все хлоранхимные клетки. Это хлоранхима. При этом, может быть, кто-нибудь даже из вас мне скажет вот это что, то, что я сейчас активно зарисовываю, это что за ткань? Может быть, кто-то мне даже скажет. Ну, это перитерма, это филоген и фил... Сейчас филоген и филодерма. Филему она не откладывает. Че? Почему она не откладывает? Эту филодерму она не откладывает. Почему не откладывает? Говорили же кто-то где-то, что именно драцен. Молодец, ну ладно. Фиг с тобой золотая рыбка. Да, совершенно верно. Итак, значит, вот все, я стерла. Значит, смотрите. Как можно узнать перидерму? Ну, во-первых, это то, что будет по периферии располагаться. Всегда. Если это такие табличатые формы клеточки примерно в один слой, то, скорее всего, это эпидерма. Ну, то есть эпидерма, в общем, эпидерма. Вот. А если же вы видите такие довольно утолщенные клеточки, посмотрите, вот их клеточные стенки явно утолщены, особенно сравните их вот, например, с клеточными стенками вот этих вот клеток. А дальше, если вы видите под этими клетками такие столбцы из клеток, которые ровно одна под другой, то есть это вам явно намекает на то, что из какой-то одной инициальной клетки, вот она начала делиться, из нее стали образовываться какие-то ряд клеток такие инициальные дочери, то, скорее всего, вы предполагаете, что где-то вот здесь вот, соответственно, ну вот, ну ладно, где-нибудь вот здесь вот находится вторичный, вторичная меристема, которая называется феллоген. Феллоген – это особая вторичная меристема, которая дает начало перидерме. В норме, как вы помните, перидерма состоит из трех частей. Посередине у нас располагается феллоген, наверху, то есть максимально на периферии располагается феллема, а внизу располагается филодерма. Филодерма должна быть живой тканью, но типа вот эти клетки должны быть филодермой, но они не смахивают сейчас никак на филодерму, потому что они должны выглядеть немножко по-другому. Да, действительно, у дроцены это вообще особая тетка, у нее все не так, как у людей, поэтому срез стебля дроцены вы все должны узнавать прям насчет полтора. Но в данном случае я показала вам этот срез для того, чтобы вы увидели хлоранхиму, и не просто хлоранхиму, а хлоранхиму, располагающуюся под перидермой. То есть не у всех растений, которые решают, что стебель должен фотосинтезировать, хлоранхима будет располагаться только под первичной покровной тканью. Я это говорю, потому что лично для меня это казалось не совсем логично. Мне казалось, искренне казалось, что растение может фотосинтезировать стеблем, только если у него снаружи располагается эпидерма, потому что она маленькая и тоненькая, и типа лучи света будут хорошо проникать внутрь. Но дальше я увидела вот эту вот драцену и поняла, что мой мир не будет прежним. Поэтому я скорее это для себя еще раз показала, но и вам тоже рассказала. Следующая ткань, которая может располагаться в первичной коре, это каленхима. Вспоминаем Останкинскую телебашню, вспоминаем, что некоторым стеблям обязательно нужно быть прочными, но при этом гибкими, вспоминаем травянистые растения. И вот у нас появляется каленхима. Каленхима чаще всего будет располагаться по периферии. А как тут ведь не доходит свет? Катя, да, нет, на самом деле доходит. Катя, если вы спрашивали про драцену, то туда свет доходит. доходит в достаточном количестве все равно. Вы должны вспомнить, где в норме должна жить драцена. Типа, не у меня в горшке, а в норме она живет в очень освещенных местах и жарких. поэтому передерма там нужна скорее как защита от потери влаги, а не как механика. Ну, то есть не механическая защита, да, но скорее как защита от потери влаги. И все равно проходит свет в достаточном количестве. Вы должны еще понимать, что можно усилить световой поток внутри себя. Если ты правильно сориентируешь клеточные стенки и межклетники и правильно уложишь микрофибрилы и целлюлозы в свои клеточные стенки, то у тебя межклетники и клеточные стенки могут превратиться в систему зеркал. Вот также можно спастись от излишнего освещения, также можно и увеличить освещенность. Поэтому я думаю, что здесь грамотно сориентированы межклетники друг относительно друга, и в общем это как система зеркал работает. Так что нет, света все равно хватает. Итак, каленхима. Чем характеризуется каленхима? Спасибо, можно меня пожалуйста называть Кирилл? Кирилл, извините, пожалуйста. Хорошо, Кирилл. Значит так, еще раз, каленхима тяжи механических элементов для того, чтобы быть прочно-гибким. Эти тяжи всегда располагаются по периферии, чаще всего в углах, и тогда часто такие стебли приобретают гранальность, то есть это будут не кругляшки в срезе, а это будут какие-нибудь там квадратики или там какие-нибудь многоугольнички, и соответственно вот в этих углах будут располагаться тяжи каленхимы. Собственно, как это происходит здесь. Как можно узнать каленхиму на срезе? Если вы видите большие аполисцирующие такие объемные элементы, внутри которых маленькие разнообразные дырочки, то скорее всего это каленхима. Потому что, как вы помните, у каленхимы неравномерно утолщенные клеточные стенки, каленхимы бывают уголковые, пластинчатые, какая угодно, но в любом случае на срезах это всегда выглядит как вот такое аполисцирующее месиво. Я не знаю, как вы это себе запомните, но в общем, я это запоминала как аполисцирующее месиво. В общем, тоже как-нибудь придумайте себе какую-нибудь ассоциацию. Как я уже сказала, каленхима в таких случаях всегда располагается по углам для того, чтобы имитировать вот эту вот останкинскую телебашню. Вернее, еще раз повторюсь, останкинская телебашня имитирует вот эти вот стебли. Следующая наша с вами ткань, которая может располагаться в первичной коре, очень-очень вариативно по своим функциям. С одной стороны, паренхима может нести питательные элементы. Туда может на ПМЖ откладываться различные питательные вещества, и тут она, конечно, будет очень сильно разрастаться, если мы говорим, например, про какие-нибудь метаморфозы побега и про метаморфозы, которые направлены на отложение питательных веществ. При этом можно запасать не только крахмал, можно запасать, например, какой-нибудь аксалат кальция, можно запасать какие-нибудь кремнезиомы, вернее, даже не запасать, а скорее откладывать для прочности. Короче, много всякого разного. Плюс еще давайте не забывать про всякие лечные соки, смоляные ходы и, в общем, вся вот эта интересная штука. Это все про паренхиму, она очень вариативна по строению, у кого-то это будут крупные клетки, у кого-то это мелкие клетки, где-то будут находиться вот эти вот схизигенные или лизигенные вместилища. В общем, все очень вариативно и зависит от конкретного среза. Ну вот, например, это губоцветная, и я бы сейчас должна еще вспомнить, кто это. Ой, сейчас, ребята, у них еще такие, господи, на крапиву, вот иногда с крапивой путают, вот у нее цветочки такие беленькие, иногда прям яснотка. Да, спасибо, это яснотка, да, это яснотка, значит, посмотрите, пожалуйста, внимательно, вот эти вот утолщения по бокам, вот это вот, маленькое, но при этом плотное, полисцирующее, как вы понимаете, это те же каленхимы, при этом снаружи скорее всего будет располагаться эпидерма, потому что, если внимательно присмотреться, мы увидим всякие волосочки, трехомки, да, и вот эти большие широкопросветные паренхимные клетки, причем, если мы говорим про, например, паренхимные клетки, непосредственно примыкающие к эпидерме, то они явно не несут функцию запасания, они могут там фотосинтезировать или так и далее, а вот эти большие широкопросветные клетки, это явно история про запасание питательных веществ. При этом, как вы понимаете, здесь объем паренхима первичной коры оказывается достаточно маленьким. Вот, у кого-то это, конечно, размер намного побольше, ну, намного больше. Следующая и очень интересная история, это крахмалоносные влагалища. Давайте сейчас мысленно перенесемся к корню. Как вы помните, ровно под паренхимной перечной коры у всех корней располагается эндодерма. Функция эндодермы это пресечение радиального потока питательных веществ от поверхности через апопласт. То есть благодаря эндодерме все питательные элементы перегрузятся из апопласта в симпласт, то есть пройдут через живую составляющую клеток, и тогда мы сможем посчитать, кто прошел, куда пошел, нужно ли усиливать там всасывание чего-то, не нужно, в общем, такая вот нужная. Как вы понимаете, стеблю этого не надо, потому что в норме стебель как бы ничего не всасывает и никуда ничего не проводит радиально. То есть такого тока нет, он не нужен. И некоторые товарищи говорят, в смысле некоторые растения говорят, ну и зачем мне эндодермы? Типа, ну и зачем? И тогда они делают другую историю. Что они делают? Давайте посмотрим на этот рисунок. Они зону эндодермы, вот она, это зона эндодермы, они превращают, ой, нет, это не этот рисунок, подождите, вот он, вот она. Они эту зону эндодермы, вот она, они сильно разращивают и превращают в те клетки, функции которых им нужны. Это может быть прям эндодерма с поисками Каспария, реально может быть эндодерма с поисками Каспария, вот бывает такое. Это может быть безумно разращенные в количестве клетки, которые будут исключительно специализироваться на запасании крахмала, и именно поэтому очень часто эта зона называется крахмалоносными влагалищами, то есть вместо эндодермы крахмалоносные влагалища. Или же они будут в этой зоне делать отдельные тяжи склеронхимы для дополнительного механического утолщения. Поэтому все очень вариативно и зависит от того стебля, который мы с вами смотрим. Это стебель крапивы, значит, большие розово покрашенные флороглюцином штуки, это, как вы понимаете, ксилемные элементы. Ровно над ними располагающиеся слегка полисцирующие вот то, что я сейчас закрашиваю, это флоемные элементы. И ровно над ними такие немножечко скомканные, неочевидные по форме клетки, это, соответственно, элементы крахмалоносных влагалищ. Как вы понимаете, так как эти клетки не покрасились так же, как селема, тотан с клеренхимой, нет, поэтому, скорее всего, там располагаются клетки с крахмалом. Крапиву мы не красили этим йодом, поэтому тут не покрасилось. Если бы мы йодом покрасили, то эта зона была бы очевидна. Еще раз, крахмалоносные влагалища могут, где эта штука, крахмаломоносные влагалища могут выполнять несколько функций. Значит, первая история это эндодерма. Эндодерма, при этом с поисками Каспари, все по-честному, с суберином, вообще вся эта история. Вторая вариант, второй вариант это паренхимные клетки, которые запасают именно крахмал и только его. То есть, это прямо специфика запасания только крахмал. То есть, если паренхимные клетки, вот эта вот паренхима, о которой я рассказывала, она может запасать там и жиры, и там оксалат кальция, и отложение гендубильных веществ, там будут соки, млечники, так и далее, то вот эти крахмалоносные влагалищи паренхима в них будет спасать исключительно крахмал, то есть такая узкая специализация. Иногда в этой же зоне может встречаться склеренхима, но чаще всего это склеренхим будут относить не к зоне крахмалоносных влагалищ, а к зоне паренхима первичной коры, то есть там это просто будет все склеено и смешно. Вот такая вот особая зона. Дальше, собственно, поговорим вам о том, как это может выглядеть. Это классическое фото, в смысле не фото, это классический рисунок, который, как вы, наверное, узнали, я взяла из учебника Людмилы Ивановны Лотовой. Прорисовка в учебнике Людмилы Ивановны всегда очень специфическая, она узнаваемая, но лично мне. Значит, не надо пугаться безумному количеству вот этих буквок, сокращение, на самом деле, все очень просто. Итак, давайте сначала обратим внимание вот на вот эти выпуклости. Здесь имитируется стебель губоцветного, и, как вы помните, они имеют определенные грани, и в этих гранях, в углах этих граней располагается кто? располагаются каленхимные элементы для чего? Для того, чтобы быть гибким, но при этом прочным. Дальше у нас идет хлоренхима, потому что эта вся история фотосинтезирует. Хлоренхима плавно переходит в фаленхиму первичной коры. Собственно, давайте я еще раз покажу вот наше губоцветное. Вот, посмотрите, вот эти углы с каленхимой. Дальше вот здесь вот может располагаться хлоренхима, которая плавно переходит в фаленхиму первичной коры, которая явно фотосинтезирует. Давайте вернемся еще раз к нашему, к нашей картиночке. А дальше начинается вот она тоненькая зона крахмалоносных плагалищ, которая непосредственно контактирует с флоемой. Давайте еще раз вернемся к нашему губоцветному. Вот эта маленькая тоненькая зона крахмалоносных плагалищ. И тут вопрос, конечно, здесь не покрашено йоном, поэтому я не могу сказать вам точно, это эндодерма с поисками Каспария или это будет история про запасание крахмала. Здесь не видно, прокрасилась, не прокрасилась, поэтому сложно сказать. И сразу ровно под ней располагается вот эта вот флоема. В общем, классическая такая картиночка и у подавляющего большинства губоцветных или у травянистых растений с явными гранями все очень похоже. Вот то, что находится снаружи, то, что покровная ткань и первичная кора, они имеют очень-очень похожее строение. Вот, ну, если, конечно, грани нет, то это не отменяет того факта, что могут быть крахмалоносные влагалища. Дальше, следующая наша с вами зона – это центральный цилиндр или стелла. Несмотря на то, что я произношу стелла как бы с двумя л, это слово пишется с одной л, и у меня всегда была с этим проблема, потому что, ну, я произносила стелла, я считала, что стелла как имя, вот, поэтому с двумя л. На самом деле, она с одной л. Значит, центральный цилиндр или стелла – это одно и то же, но как-то так принято говорить, что если мы разговариваем про корень, мы употребляем центральный цилиндр, а если мы говорим про стебель, то мы говорим про стеллу. Почему так? Потому что вы все прекрасно знаете, что существует так называемая стеллярная теория, мы о ней с вами тоже поговорим, там очень сильные вариации того, как селема располагается относительно флайма. Так как в корне этого не происходит, то говорят, что в корне центральный цилиндр, а в стебле стелла. Итак, из чего же состоит центральный цилиндр? Ну, снаружи центральный цилиндр всегда одет перед циклом. Ну, это как бы всегда, но нет. А есть исключение, бывает такое, что перед циклом просто отсутствует. За ненадобностью ты, например, какое-нибудь там однодольное, тебе не нужно вторично утолщаться, поэтому как бы тебе не надо делать межпучкового камбия, который будет образовываться из элементов перед циклом, поэтому ну и нафиг оно все, зачем оно. Вот, поэтому иногда перед циклом отсутствует. Если же он присутствует, то он может состоять из двух элементов. Он может состоять непосредственно из паренхимных клеток живых в один слой, в два слоя, неважно, чаще всего в один слой. Или же иногда бывает дополнительное механическое утолщение, и тогда некоторые перециклические паренхимные клетки метаморфизируются в клетке склеренхима для дополнительной механической прочности. То есть это будет дополнительный рубеж прочности. Следующий элемент, который, естественно же, состоит входит в центральный цилиндр, это его основная часть, а именно проводящий цилиндр, который будет состоять из ксилема, флейма и камбия. Если ты двудольный или голосеменной, то да, конечно, камбий будет. Если ты однодольный или споровый, то камбия не будет. Ну, в общем, ксилема с флеймой. И еще очень важная часть – это сердцевина. Она есть обязательно. Другое дело, что с ней происходит. Сердцевина состоит из двух зон. Есть непосредственно сердцевина, то есть самая центральная часть, которая чаще всего несет функцию запаса питательных веществ, а при этом с возрастом потом отмирает, образуя дирку. А есть более периферическая зона, которая называется перимедулярная зона сердцевины. там клетки более мелкие, они имеют вторичную клеточную стенку, то есть они более толстостенные. Ну, и иногда они нанесут дополнительную функцию механической опоры, но, тем не менее, также могут запасать питательные вещества. Эту картинку, как вы понимаете, я нарисовала от руки этой картинки, почти 12 лет, что ли? Так, нет, не 12, нет, нет, 8 лет, по-моему, этой картинки, нет, или 9, короче, я не помню, я ее нарисовала то ли на первом курсе, то ли на втором курсе, что-то в этом роде. Я как-то решила, что я не буду все это перерисовывать отдельно, как-то я решила, что приобщу вас к своему творчеству. Итак, стиллярная теория. Это очень красивая история про потрясающую эволюционную ботаническую логику, потому что у нас, я, обучавшись на кафедре птиологии растений, мне посчастливилось слушать курс Александра Константиновича Тимонина, который, спасибо большое за комментарии, который назывался «Функциональная анатомия растений». Вот как назывался этот курс «Функциональная анатомия растений». Когда вам не сухо излагают ботаническую логику, пожалуйста, я не успела записать, я с крышом сделаю. Еще раз? Можно на предыдущий слайд, пожалуйста, я не успела записать, я с крышом сделаю. А, да, да, конечно, можно его держать. Сейчас я только свои эти записюльки уберу. Так вот, «Функциональная анатомия растений» – это курс, который показывает вам логику возникновения тех или иных элементов в структуре растения. Почему трахеиды сменились членниками трахеи? Зачем это было сделано? Как это все происходило? Почему толщаются именно боковые стенки? Туда же включались элементы физики? То есть это очень красиво, и ты понимаешь всю прелесть ботаники. Именно поэтому я стараюсь вам всегда рассказывать вот в ключе, который я увидела Александру Константиновичу. Потому что это понятнее, как мне кажется. Не сухое изложение, что типа вот аренхима, вот там нет. А вот именно с точки зрения логии. Так вот, стилярная теория – это ярчайшее подтверждение того, как эволюция двигалась и почему есть такое бешеное количество вариантов расположения ксилем относительно флоема в стебле. Но если в тупую пытаться запомнить, это бесполезно. Собственно, я пыталась запомнить это в тупую, поэтому у меня это там эустела, гапла стела, сифона стела, диктео стела, жесть, кошмар, ужас, зачем, боль, что за трэш. Но когда ты укладываешь это внутри себя с точки зрения логики и соотносишься с систематическими группами, тебе становится намного проще. Ну, по крайней мере, мне так. Да, действительно, трэш. Теперь давайте по очереди. Что исходно происходило? Давайте вспомним, как выглядит радиальный проводящий пучок в корне. Вот у нас есть лучи ксилемы, которые находятся у нас по центру и, соответственно, соответствующие им в промежутках элементы флэйма. это то, как все это располагается в корне. Давайте подумаем, зачем страдать и париться. Можно же в стебле сделать примерно то же самое. И вот в стебле вы делаете вот эту историю. Ваша флэйма замыкается в кольцо, а ксилемы приобретают, условно говоря, форму шарика. Вот это ксилема красненькая. Круто? Да. Мне не нужно в корневой шейке придумывать какие-то бешеные экзерцисы, чтобы перейти к каким-нибудь отдельным проводящим пучкам. Это же удобно, это же логично. Практически полностью все то, что находится в корне, переместить в стебель. Но там же это работает. Давайте попробуем то же самое сделать и сверху. Да, круто. Но дальше растения сталкиваются с проблемой. А проблема заключается в том, что если ты хочешь быть большим, красивым, мощным и так и далее, то ты ограничен размерами вот этой своей ксилемы и флэйм. То, как они, количество клеток ксилемы, количество клеток флэйм у тебя в итоге ограничено. Если ты попытаешься увеличиться в размерах вот сюда, да, в бока, ты порвешь флэйм луч, флэйм кольцо и, в общем, ни к чему хорошему это не приведет. Потому что пока у тебя нет камбия между ними, то есть вот сколько ксилем ты сделал, столько и есть. Сколько флэйм ты сделал, столько и есть. Камбия нет, новые элементы нарастить ты особо не можешь. Ты ограничен в размерах, ты ограничен в сроке функционирования твоих элементов. Что делать? Давайте увеличим относительно как бы давайте попытаемся оптимизировать соотношение между объемом и поверхностью проводящих тканей. Тут надо вспомнить геометрию, стереометрию, все, что возможно и понять, что вот эта вот звездочка пактина стела имеет в себе ксилемных элементов, это более функционально, это более оптимальное строение, нежели чем гапла стела, просто кружочек с кружочком. Еще более функциональным оказывается плекта стела, когда вы делаете не звездочку, а вы делаете какую-нибудь такую лазигазулину. Чем больше у вас вот этих импогенаций, тем больше у вас оказывается площадь, и в частности оказывается больше площадь соприкосновения ксилемы с флоемой. И это тоже оказывается важным, потому что, как вы понимаете, ксилем от флоемы тоже зависит, они должны понимать, что у соседа происходит. И чем больше у вас площадь контакта, тем лучше. Параллельно с этим вспоминаем, что происходит эволюция ксилемных и флоемных элементов и увеличивается в эволюции количество витальных элементов ксилеме и флоеме, а особенно ксилеме. И чем более изощренное, чем ближе мы к элементам глектостеллы, тем лучше и проще контролировать ксилему, потому что ты можешь туда запихнуть больше витальных элементов. Итак, это первый пучок эволюции. Значит, мы перешли от корня к стеблю фактически в тупую. Дальше мы столкнулись с тем, что мы ограничены в размерах и у нас плохо контактирует ксилема с ФВМ и нужно что-то с этим делать. И мы решили пойти путем метамофоз в форме ксилемного столба. Мы делаем его либо звездочкой, либо омепкой, в общем, что-то в этом роде. Итак, гапла стела, актина стела, плекта стела. В принципе, этот пучок эволюции зашел в тупик. Дальше тебе делать нечего. поэтому эволюция попробовала другую схему. Другая схема, с чем она характеризуется? Она характеризуется появлением сердцевины. Мы делаем дополнительные витальные элементы по центру. Причем в эти витальные элементы можно сгрузить что-то нужное или что-то ненужное. Когда мы говорим, что сердцевина несет функцию запаса питательных веществ, но вы же понимаете, что запасать можно не только хорошее. Можно запасать и что-то не очень. Типа, я всосал что-то такое, я не очень понимаю, что это, я почему-то отправил наверх, куда бы это деть. А давайте сердцевина у нас потом все равно сдохнет. поэтому это такая кладовка и к тому же она обеспечивает дополнительную витализацию. То есть второй пучок эволюции пошел по пути создания сердцевины. Мы еще больше увеличиваем витальность проводящих элементов. Итак, с одной стороны происходит конструктивное изменение расчленения стелы на отдельные тежи, то есть мы подумали, что это, конечно, замечательно увеличить витализацию, ну вот, вернее, я не с той строчки начала читать, в общем, физиологические изменения, то есть усиление контактов проводящих тканей с живыми, что привело к образованию сердцевины и паранхинных клеток внутри флэйм и ксилемы. То есть изначально мы витализировали всю эту историю, мы дополнительно сделали кучу паранхинных клеток, все классно, здорово, но мы все равно ограничены кольцами флэйма и ксилемы. Вот какого размера они выросли, дальше вырасти они уже не могут. Витальность, значит, значит, вита это жизнь, по латыни вита это жизнь, витальный это живой, увеличить витальность это увеличить живость, ну, в общем, вы увеличиваете количество живых клеток в ксилеме и флэйме. Не просто клетки, ну, флэйма как бы и так живая, но вы должны понимать, что там большая часть просто специализируется на проведении ин вива. Нет, Женечка, ин вива и ин витро это немножечко другая история. Значит, ин вива это как бы внутри живого объекта, да, а ин витро это вне живого объекта, да, но это близко, но не совсем туда. Дальше. Нет, кот, пришел мой кот и он начал меня насиловать. Значит, смотрите, здесь еще раз, мы увеличили витальность, все классно, замечательно, но мы ограничены размером колец ксилемы и флэймы. мы ограничены скоростью потока питательных элементов. Я ушел. Хорошо, единицу времени на единицу площади, а вообще-то в потенциале мы хотим ин витро в пробирке, да, а вообще-то мы хотим захватить мир, мы хотим быть здоровыми и гигантскими и так далее, и так далее. Обяз, ты тут? Что, простите? Чтоб слушал внимательно, завтра на уроке мне все расскажешь. Андрей, пить. Так, ладно. Значит, так вот, если мы хотим захватить вселенную, то мы должны увеличить количество ксилемы и флэймы. Поэтому мы делаем дополнительные круги ксилемы и флэймы. первый вариант это добавить еще флэймных элементов внутрь, как происходит в амфифлойной сифонастелле. Да, мы увеличиваем флэйму, но при этом и ксилему, как бы мы тоже увеличили, но это тоже не позволяет нам стать гигантскими товарищами. И тогда мы решаем, слушайте, а зачем делать только один здоровый кружок ксилемы и флэймы? Давайте сделаем кучу маленьких стеллок. Вот возьмем нет, вот возьмем вот такую штучку, вот гаплостеллу, мы возьмем гаплостеллу и сделаем внутри своего стебля кучу-кучу гаплостелл. Ну, круто же! И тогда у нас получается диктиостелла, это то, как сделали папоротники. папоротники. При этом вы должны понимать, что каждая стелла, значит, внутри содержит ксилему, снаружи содержит флэйму, также у нее есть свой перицикл, а снаружи то, что здесь с штриховочкой обозначено, это механические элементы. Вот здесь вот то, что обозначено штрешочками, это склеренхима. То есть это универсальная боевая единица. Она содержит ксилему и флэйму, и перицикл, и механический элемент. Делай их, сколько тебе влезет. И тогда ты можешь наращивать и разращивать свой стебель в шире, в бок, сколько угодно, в бесконечном количестве, и в итоге ты сможешь стать огромным, здоровым, и вообще лечь в основу каменного угля. Что и произошло. Ну, круто же. И в итоге, в итоге, вот таких вот колец из меристел можно сделать энное количество. И тогда у нас получается полициклия. Если ты перешел к диктиостелле, то ты этих кругов можешь сделать несколько. Кто тебе мешает? При этом у тебя большая витализация. у тебя размер вот этой маленькой стелы, она называется меристелла, одна маленькая штучка, называется меристелла. Размер меристеллы у тебя ограничен. Но вокруг у тебя такое количество живых клеток, что в принципе ты решаешь проблему витализации, но при этом ты не ограничен размером ксилемы и флеймы, потому что ты можешь сделать себе столько ксилемы и флейм, сколько тебе надо. И вот на пути эволюции это стало прорывным элементом. Но дальше это тоже не совсем прижилось, потому что кругов ты, конечно, можешь сделать много, но вы должны еще понимать, что это еще ограничивалось эволюцией проводящих элементов. У папоротников нет членников трахей, у них трахей нет, у них супер ксилемы и супер флеймы нет. И вот параллельно с этим в эволюции развивалась ксилема и флейма, и тогда мы получили голосеменные и покрытосеменные растения и их особые типы стел. Они также пошли по пути создания большого количества маленьких стелок внутри себя. Вот они. Но они не окружали их механическими элементами перед циклом, просто ксилема и просто флейма. А дальше они решили, что просто сделают, как бы оградят эти маленькие типы меристелки снаружи перед циклом и единым кольцом механической ткани. То, что мы сейчас называем центральным цилиндром. И соответственно взаимное расположение ксилем относительно флейма может быть разным. И тогда мы говорим о проводящих пучках, что бывают коллитеральные, белколлитеральные, амфифлойные, амфивазальные, амфикрибральные, вот это вся история. Либо мы можем сделать энное количество проводящих пучков, располагающихся не по жесткой системе, а так-то так. И тогда мы имеем либо атакто стеллу однодольных, либо эустеллу двудольных и голоселин. Еще раз. Значит, первый вариант, первое, что мы сделали в эволюции, это перешли от корня к стеблю практически без изменений, и у нас образовалась гапластелла. Гапластелла при этом не решала проблемы роста в ширину, ввысь и времени жизни надземной части. Почему? Потому что, как вы помните, количество времени функционирования ксилемы и флоемы, отдельных ее элементов, все-таки ограничено. Поэтому мы решили пойти по пути, первый вариант развития событий, мы решили пойти по пути увеличения площади соприкосновения ксилемы и флоемы, и тогда объем на самом деле ксилемы, и в частности флоемы возрастал. И тогда у нас либо актиностелла звездочка, либо амебка плектостелла. Актиностелла это всякие там псилотовидные ребята, в общем, псилоты, псилот. Да, а плектостелла это, соответственно, у нас плауны. В принципе, плауны одно время активно использовали эту плектостеллу, но, как вы помните, плаунам нужно очень жесткое соблюдение условий культивирования, иначе они подыхают. И, в частности, невозможность их эволюции, неприспособленность к изменениям окружающего климата привела к тому, что плыуны, как вы понимаете, сейчас недоминирующие семейства на нашей планете. следующий вариант эволюции привел к тому, что мы, с одной стороны, увеличили витальность элементов, мы увеличили количество живых клеток, у нас появилась сердцевина, а с другой стороны, мы хотели увеличить количество, единомоментное количество ксилемы и клоэмы, поэтому мы в итоге перешли к этой полициклии, то есть мы перешли к тому, что у нас образуется диптиостелла с маленькими меристеллами, меристелла при этом состоит из ксилемы, флоэма, перецикла и склеренхимы снаружи, и в общем этих меристелл можно сделать сколько угодно, в каких угодных количествах. Но при этом эта стелла тоже не являлась функционально крутой, почему? Потому что она не имела в своем составе эволюционно продвинутых проводящих элементов, то есть в лучшем случае там какие-нибудь пористые трахеиды, никаких членников трахеи там конечно же нет, и там клеток спутниц с световидными элементами там тоже нет. По мере эволюции проводящих элементов параллельно с этим возникает похожая история как диптиостелла, потому что полистеллия на самом деле очень похожа на диптиостелла, но из-за того, что здесь более продвинутые проводящие элементы, то в итоге эта история стабилизировалась таким образом, что снаружи образуется единый блок перицикла, единый блок склеронхимных механических элементов, и внутри соответственно симметрию, я не знаю, логику расположения, и тогда мы говорим про эустеллы, и это всякие двудольные голосеменные, либо они располагаются хаотично, и тогда это так-то стелла, я по крайней мере запоминала так. Вопросы по стеллярной теории у вас есть? Предположим, что нет. Ну, в общем, мне кажется, что с этой логики запомнить это проще, но тут остается за вами просто запомнить конкретные слова, да, и конкретно то, как это выглядит, полистеллу, полистеллию. Значит, что такое полистеллия? Вот это полистеллия, полистеллия, атакт, значит, вспомните самый хаос и срач в радиальном проводящем пучке. Это встречается у однодольных, ну, там просто дичинское количество этих вот зигазулиных, да, вот такой же хаос и срач перемещается у них и в стебель, и тогда у них возникает а-а-а, так-то стелла. Ну, потому что никакой логики здесь нет, типа а-а-а, и так сойдет. Ну, в общем, атакт и стелла. Это однодольные. Полистеллия, значит, вот тут мнение расходится. Значит, первое мнение говорит о том, что полистеллия это непосредственно продукт диктиостеллы и папоротников, потому что это очень похоже на то, как это все у папоротников происходит, но из-за того, что в эволюции появились новые проводящие элементы, эта полистеллия в итоге развилась в эустеллу и атакт и стеллу. А другая линия говорит о том, что нет, полистеллия возникла примерно параллельно с диктиостеллой, просто у одних сразу как бы прижились эти новые эволюционные элементы, проводящие алкоголь, они прижились. Так что тут можно говорить как угодно. Значит, смысл какой? полистеллия также увеличило количество оксилемы и флоемы, также увеличило количество живых элементов, просто из-за того, что эти элементы оказались функционально очень крутыми. Не нужно наращивать гигантское количество оксилемы и флоемы, чтобы обеспечивать какую-то супергигантскую крону. Просто у вас скорость проведения веществ такая большая, такая большая по скорости, потому что у вас оптимальное соотношение, там, утолщение клеточных стенок и так далее, что вам достаточно, условно говоря, там, шесть проводящих пучков, и вот нам во всем будут обеспечивать. Просто ко мне пришел кот, и теперь у меня в носу куча его волос. Это неприятно. Вот. Так вот, пули стыли позволяют вам не делать гигантское количество ксилемы и флоемы. То есть иногда у папоротника, там, средних размеров, в дикте у стыли содержится по объему больше ксилемы и флоемы, нежели чем у травки такого же размера. Просто у травки такого же размера проводящие элементы более крутые и подвинутые. Вот. Поэтому как-то так. Так, что у нас за вопросики? Полициклия тогда зачем? Полициклия, значит, Катя, зачем нужна полициклия? Вот это вот полициклия, вот если кто не видел, это вот эта история, это когда у вас вот этих вот дикте у кружок из меристел, вот у вас снаружи кружочек из меристел, еще один кружочек из меристел, еще один кружочек из меристел, то есть вы наращиваете количество ксилемы и флоемы за счет увеличения кругов меристел. В дикте у стыли один круг из меристел, У полициклических, например, соленостайл, да, у них может быть несколько этих кругов. Вы просто наращиваете количество ксилемы и поэмы. Так, я не смогла присутствовать. Сначала можете, пожалуйста, скинуть записи после конференции. Так, ребята, вы должны кое-что знать. У меня нет контакта. У меня нет ВКонтакте, у меня нет социальных систем, нет Фейсбука, нет ничего. У меня есть почта и Zoom. Поэтому, к сожалению, никому никуда ничего скинуть не могли. То есть они тоже должны быть закрашены в красный-синий. Да, они должны быть закрашены в красный-синий. Просто у меня не получилось этого сделать. Да, они должны быть закрашены в красный-синий цвет. Так, надеюсь, с этим понятно. Вот теперь то же самое, только в рисуночках. Значит, ну здесь понятно. Это одни из древнейших вариантов стелл. Все вместе, все вместе. Они называются протостеллы. То есть это такая группа протостелл. Протостелла бывает гапла, актина и плекта. Соответственно, плекта самая продвинутая. Ну вот, кстати, вот плекта стелла. Ой, я там неправильно нарисовала, я сейчас поняла. А нет, все правильно я нарисовала. Че это? Все правильно я нарисовала. Вот плекта стелла, актина стелла и гапла стелла. Гапла стелла считается самой дородной, в смысле дореволюционной, в общем, самой плохой. Другой тип стелл – это сифоностелла. Сифоностелла включает в себя самую главную особенность, что у нас посередине находится витальная сердцевинка. И, соответственно, она бывает… Ой, простите, пожалуйста, кошка все-таки немножечко меня-то задолбала. Соответственно, бывают эктофлойная сифоностелла, анфифлойная сифоностелла, артростеральдиктиостелла. Короче, вам самое главное запомнить диктиостеллу, потому что диктиостелла – это папоротники. Папоротники. Все. И, соответственно, эустелла – это тип стеллы, покрытый семенных растений. Ну, на самом деле, уголосеменных вообще-то очень похоже на эустеллу. Ну, ладно. Вообще-то очень прям похоже на эустеллу. Эустелла бывает, ну, глобально двух типов. Непосредственно эустелла и атакта стелла, потому что эо – это очень упорядочено. Вот это все, вот эта история. И атакта стелла, когда у вас хаос, срач и революция. В общем, как всегда, у однодольной. Ну, это то же самое, только это тоже то же самое. В общем, да. А теперь, что вы будете делать? Я вам буду показывать картиночку, а вы должны будете догадаться, что это за тип стеллы и желательно назвать предотвращенность к семейству. Итак, скажите мне, пожалуйста, какой это тип стеллы? Смотрим внимательно. Актина стелла. Так, давайте договоримся. Все, кроме Насти. Настя, я как бы не сомневаюсь, что ты знаешь. Поэтому извини, давай кто-нибудь другой. Да, совершенно верно. Это псилот. Это актина стелла. Давайте внимательно посмотрим. Вот это наша звездочка. Я, конечно, понимаю, что она прям неровная звездочка. Но будем считать, что это звезда. Ну, это реальная звезда. И это актина стелла, это псилот. Собственно, это самая древняя стелла, которую можно найти у ныне живущих растений. Это самый древний тип стеллы, который вы можете найти. При этом посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот это весь объем. Это живые паранхимные клетки, то есть паранхимы первичной коры. Вот эти клетки, вот этот слой клеток, вы уже увидите равноверно утолщенные клеточные стенки. И они прокрашиваются в красноватенький цвет. То есть это у нас клетанхима. Здесь у нас тоже нехило утолщенные. Вроде как утолщенные, да? Или я что-то не вижу. Ну, да. В общем, это тоже какие-то механические элементы. Возможно, даже каленхимные элементы. Но нужно внимательно смотреть. И вот снаружи это эпидерма, покрытая толстенным слоем кутикулы. Вот такой вот псилотик. Так, все кроме Насте. Что это за стелла? Может быть, полистелла? Чего? Смотрите внимательно на прокрашенность клеток. Диктиостелла. Диктостелла. Да, это диктиостелла. Совершенно верно. Это папоротник. Значит, смотрите внимательно. Вот то, что вот посередине гигантский, широкопросветный. Понятно, это ксилема. Вот это – это флоема. Дальше помните, что маленький… Вот одна вот эта вот штука называется меристелла. Все вместе диктиостелла. Каждая меристелла одета перициклом. Вот он у нас, перицикл. А снаружи, видите, плотно красно прокрашенные клеточки – это склеронхима. Вот из-за того, что вы видите снаружи прокрашенные, окрашенные темным, ну, короче, флороглюцином прокрашенные клетки, это означает, что прокрасился лигник, а лигнифицируется у нас клетанхимный элемент, то вам это подсказывает, что это диктиостелла. Хотя, хотя кто-то мне сказал, что это, где эта штука, что это вот эта вот полистелла, да, полистеллия. Да, это очень похоже на полистеллию, но из-за того, что имеются склеронхимы снаружи, то автоматически это не так. Так, следующая наша стелла. Плекта стелла. Так, плекта стелла, совершенно верно. Вот эти у нас ксилемные штучки, и между ними флоэма, везде флоэма, то есть флоэма постоянно окружает ксилему. Вот. При этом это у нас псило, это плаун, только я не помню, какой это плаун. Причем посмотрите внимательно, как плотно окрашены клетки, окружающие стеллу. То есть чем ближе, то есть периферийные клетки нормальные, широко просветные, то есть явно там фронхимы первичной коры. А вот это все, это у нас, скорее всего, какие-нибудь крахмалоносные влагалища, которые не стали крахмалоносными влагалищами, а стали просто сплошной склеронхимой. Они все закрашены, это все механика. Потому что вообще-то, если вы возьмете в руку стебель плуна, он такой, это, конечно, травка-травка, но она такая жесткая. И вот жесткая она, в частности, за счет вот этой вот безумной количества склеронхимы. Так, зайки мои, расскажите мне, кто это? Я устала. Кто сказал? Докажите. Общая механическая ткань для всех, ну, как бы от одного к другому переходит. И крутые широко просветные клетки, красивые. Так, значит, смотрите, вот эти широко просветные клетки, это вселенные элементы. Вот это гигантские клеточки. Это, на самом деле, сердцевина, которая потом сдохнет. Значит, вот это у нас ксилема, вот это у нас флоема. Вот эти вот шапочки, это на самом деле протофлоемные волокна. Это механические элементы флоемы. И то, что сейчас я переключусь, ребят, указатель, давайте, поделение, наверное. А где у меня сейчас? Цвет. То, что я сейчас зарисовываю, вот оно, вот оно идет. В один ряд клеток, это, собственно, перециклический, это перецикл. Вот он вот так вот идет. Ну и в целом, да, вот это, соответственно, у нас ксилема. Это тоже ксилема. Вот это все флоема. Это протофлоемные волокна. В общем, вот такая вот история. Да, действительно, это Eustella, это двудольная. Только, естественно, я в жизни вспомню, какой это двудольный. И более того, это не я делала и не мои ученики делали. Это я скачала. Вот тут даже где-то видно, с какого сайта я скачала. Я уж не помню. Ну, в общем, они в открытом доступе, но не совсем. Так. Черт. Ну, ладно. Как вы думаете, это однодольная или двудольная? Двудольная. Да, это двудольная. А какой тип стелы у двудольных? Eustella. Eustella. Да, Eustella, совершенно верно. Итак, что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим гигантскую совершенно сердцевину. Причем, посмотрите, я вам говорила о том, что перимедулярная зона, которая располагается ближе к периферии сердцевины, имеет более мелко просветные клетки и более толстостенные. На самом деле, если вы присмотрите, так это и получится. Значит, череда – это травянистое растение. Если мы присмотримся, то по очертаниям понятно, что это такой квадратик в очертаниях. И в углах квадрата автоматически что мы находим? Мы находим вот это. Мы находим каленхимные элементы. Причем эти каленхимные элементы, на самом деле, если присмотреться, они продолжаются немножечко и вбоку. То есть как бы обрисовать скорее вот так вот стоит. Это все будет у нас каленхимные элементы. Дальше. Ну, про сердцевину мы говорить не будем. Проводящие пучки у нас располагаются на определенном расстоянии друг относительно друга. При этом, если присмотреться, мы понимаем, что размер паренхимы первичной коры оказывается очень маленький. Еще раз давать на предыдущую картиночку. Фактически паренхимы первичной коры здесь нет. Здесь практически сразу после эпидермы идет какой-то слой клеток, но, скорее всего, это механические клетки. Там это каленхимные клетки или, может быть, чуть-чуть хлоренхимы. И сразу у нас проводящие пучки. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что данному растению критически важным оказывается объем сердцевины. Похоже на хлебушек с неразмазанным вареньем. Хорошо, ну хлебушек с так хлебушек. Еще раз, для череды критически важным оказывается сердцевина. И, скорее всего, сердцевина у череды не отомрет. То есть все те функции, которые это растение могло бы возложить на паренхиму первичной коры, оно перераспределяет между проводящими пучками. То есть механику она дает проводящим пучкам. Сердцевине она дает все вот эти запасы безумные, в безумном количестве это все отдается сердцевине. Ну, механика вообще-то в углах у нас здесь есть каленхима. То есть для данного растения паренхима первичной коры фактически оказывается неважным. Самое смешное, что, скорее всего, вот клетки перимедулярной зоны могут оказаться зелеными. Они могут фотосинтезировать, потому что вообще-то они довольно близко к периферии, и солнечного света туда может заходить нехилое количество. То есть если центральная зона сердцевины будет непосредственно запасать, то перимедулярные клетки могут совершенно спокойно быть зеленоватыми и фотосинтезировать. Вот такая вот интересная история. Давайте посмотрим на проводящий пучок. Что же мы здесь видим? Мы видим гигантскую, большую и красивую шапочку. Что же это за шапочка? Расскажите мне, что это за шапочка и кто это? И так вы думаете, зачем? Каленхима. Бе-бе-бе. Вот и нет. Каленхима, мне кажется. Там инженер, наверное, вроде как. Вот, смотрите. Вот эта шапочка при увеличении. Вот она. Это вот шапочка розовенькая. Это кто? Каленхима. Ну, как бы да, скаленхима. Но давайте вспомним, какого она будет в происхождении. Флоемного? Да. Значит, как эта штука будет называться? Каленхима. Каленхима. Протофлоемные волокна это будет называться, сюсечки мои. Сколько можно говорить? Бе-бе-бе. Значит, смотрите. Если бы мы знали, если бы мы понимали, что эта штука вторично утолщается, тогда бы вы мне говорили про какие-нибудь глубинные волокна. Здесь практически на 95% что это протофлоемные волокна. Хотя, в принципе, я вам честно могу сказать, вы можете совершенно спокойно написать скаленхима, и в принципе вы не будете неправы. Вот так я бы сказала. Потому что это равномерно толщиной клеточной стенки. Да. Они окрашиваются в флороглицину. Да. Это похоже на скаленхиму. Да. Это выполняет механические функции. Да. То, что он располагается рядом с проводящим почком, ну и фиг с ним. Поэтому вот мой коллега Николай Александрович Слобоков, который ведет сейчас ботанику, короче, на все расти он сейчас отвечает за ботанику, в смысле за анатомию. Он говорит так, ты не можешь 100% мне доказать, что это именно протофлоемные волокна, вот глядя на конкретный рисунок. Если бы ты просмотрела это в эволюционном развитии, тогда бы да, ты смогла мне доказать. Ну, вернее, я знаю, что это протофлоемные волокна, потому что я по развитию это проследила. Но не у всех растений, так можно сказать. Поэтому, если вы напишите скаленхиму, ничего плохого. Но вы в потенциале должны понимать, что это, скорее всего, протофлоемные волокна. Дальше. Что находится между ними? Вот это вот. Это, соответственно, у нас флоемные элементы. Ну, и тут самое смешное, то, что вы не сможете мне сказать, где непосредственно находится камбий. В принципе, ну, вот это вот, скорее всего, все флоема. По идее, вот эти вот клеточки, которые одинаковые по форме и находятся ровно друг под другом, это зона камбия. Вот это вот. То, что я сейчас обрисовываю, это камбиальные клетки. Но не совсем корректно говорить слово камбий. Вы, скорее, можете корректнее сказать камбиальная зона, потому что она может растягиваться. Ткнув конкретную клетку, вот так вот, спонталыку, вы не сможете сказать конкретно, камбий это или нет. Ну, соответственно, что мы здесь видим? Мы здесь видим также ксилемные элементы. Вот это витальные паранхимные клетки ксилемы. И снаружи у нас есть механическая одежка ксилемы. Ну, вообще-то можно совершенно спокойно сказать, что это ксилемные волокна, механические ксилемные волокна. Но если вы ткнете сюда и напишете мне что-то с клетанхима, вы также будете правы. Вот, да. Вот такая вот история. Следующий наш пучок. Это кто? В смысле, не пучок, это стелла. Что это за стелла? Атакта стелла. Совершенно верно. Это атакта стелла, дещинский ад и куча рожиц, которые делают так. Ну, в общем, это, соответственно, атакта стелла однодольного. Причем у однодольных это все очень по-разному выглядит. Многие однодольные, когда конец занятия. Когда конец занятия. О, кстати, а я думаю, что мы сейчас и закончим, потому что вторичное утолщение мы начнем в следующий раз. Значит, у однодольных, у них все очень по-разному, но очень часто происходит так, что они практически полностью пренебрегают паренхимной... Блин. Паренхимой первичной коры. И часто у них оказывается так, что проводящие пучки, вот эти вот рожицы, пандочки и так далее, чебурашки, они оказываются прямо внутри паренхимой первичной коры. То есть они туда заходят. То есть там полный хаос и страдж. Самая главная куча проводящих пучков. И на них они вас закладывают, и на них они надеются как на механику, на механические элементы. Потому что фактически это такие маленькие веревочки. Вы запихнули внутрь себя много маленьких веревочек. Вот. Может быть, и другой вариант. Это от акта Стелла. И, ребята, я опять не помню, кто это. Это, кстати, по-моему, тоже как... Господи, я не помню, кто это. Ребята, я делала связь, я не помню, кто это. Тоже однодольная, как вы понимаете, тоже от акта Стелла. Почему нам это говорят вот эти вот проводящие пучки, которые заходят в сердцевину. На самом деле вот проводящие пучки среди механических элементов. Ну, то есть, в общем, полный хаос и страдж. Но это растение решает, что ему все-таки очень важно иметь паранхиму первичной коры, вообще первичную кору. Смотрите, у нас снаружи имеются эпидермальные клетки с толстенным слоем кутипулы. Ну, прям его даже видно. Под ним располагаются клетки вообще-то с утолщенными клеточными стенками, но, посмотрите, они не прокрашиваются хлорглюцином. А так-то Стелла только у однодольных. Да, собственно, тут вопрос. А так-то Стелла только у однодольных? Да, только у однодольных. Вот. Мысль была и ушла. Мысль ушла, мысль ушла. Сейчас придет. Ага. Так, значит, соответственно, здесь вот утолщенные клеточные стенки, то есть это могут быть такие калинхимные клетки. То есть сказать, что это прям калинхима на 100% я так не могу, потому что надо приблизить срез. Но, скорее всего, какое-то там утолщение клеточных стенок есть. То есть эти клетки могут фотосинтезировать, скорее всего, они фотосинтезируют. Эти клетки несут и механическую функцию, то есть такая вот подушечка снаружи. Дальше идет равномерный чаш склеронхимных элементов. И этот чаш склеронхимных элементов на самом деле представляет из себя крахмалоносные влагалища. А, нет, ребят, стоп. Не крахмалоносные влагалища. Перецикл, извините. Это будет склеронхимизированный перецикл. Вот, помните, да, что перецикл может либо полностью отсутствовать, либо представляет из себя только паренхимные клетки, а может переходить в склеронхиму. Вот это будет перецикл, который представляет из себя склеронхим. И именно поэтому в нем могут оказываться проводящие пучки, как они здесь и оказываются. Если бы это были крахмалоносные влагалища, так бы этого не происходило. Вот, ну и, соответственно, все оставшиеся проводящие пучки располагаются хаотично. Вот тоже такой пример от акта Стелла. Вот эту фотографию, я думаю, что вы неоднократно видели. Она, к сожалению, я не нашла ее в хорошем качестве, но это ярчайшие представители двудольных и однодольных. То есть вот как можно запомнить однодольный и двудольный? Двудольный – эу, стелла, четкое кольцо, располагающихся друг рядом с другом проводящих пучков. И а-а-а, так-то, стелла, хаос, в общем, хаос рача революции. Вот. Что касается вторичного утолщения, мы с вами потом это будем разбирать. И так как оно встречается у двудольных и голосеменных, то там все будет зависеть… Сейчас я вот покажу. Упс. Да. Оно будет зависеть… Ладно, не буду я вам показывать, иначе вы сейчас испугаетесь. Оно будет зависеть от того, как проводящие пучки располагаются друг относительно друга. В эу, стелле, на самом деле, то, как пучки будут располагаться друг относительно друга, может быть по-разному. Да, они могут располагаться прям рядом друг с другом, да. Они могут располагаться на расстоянии друг относительно друга. И вот здесь будут просто какие-то паранхимные клетки, они будут располагаться на расстоянии друг относительно друга, но при этом вы будете видеть явный тяж карпия, который ведет одного к другому, и в зависимости от этого вторичное утолщение может развиваться по-разному. И, собственно, и развивается оно по-разному. То, как оно будет развиваться, мы, соответственно, обсудим с вами это на следующем занятии.